Парламентский день в Вологодском районе сегодня стартовал в 8 часов утра. Отсюда из зданий администрации района 11 человек, это председатели профильных комитетов ЗАГС Собрания области, разъехались по 30 объектам. 12 сельских поселений, встречи с врачами, педагогами, ветеранами и обычными вологжанами. Одна из первых точек – районная больница. В 2018 году Александр I здесь остался в посещении города Вологд. Но вот то, что мы чем гордимся, сейчас больше гордиться нечем. Два особняка на берегу реки Вологды. Одному 190 лет, другому 220. Высокие двери на вторых этажах, низкие своды на первом. Купеческий особняк и флигель под районную больницу приспособили в 50-х годах прошлого века. Историю здесь помнят, а вот на современность жалуются. Каменные своды и стены съел грибок. На полу вода, ставили мы увлажнитель, забирают воду по 100 грамм практически каждый день. А так вот в таких же условиях мы постоянно стоим в ремонте с оборудованием. Пол под рентген-установкой провалился, а новую и дорогую аппаратуру не приобретают вовсе. Нет смысла ставить ее в практически аварийные помещения. Как нет смысла и в косметическом ремонте. Краска не держится на стенах. Здание находится в таком состоянии, что если его вскрыть и капитальный ремонт, проводить капитальный ремонт, то это будет в разы дороже, чем построить новое здание. Поэтому потребность назрела в том, чтобы разработать проектно-светную документацию, рассмотреть вопрос включения этого объекта в программу инвестиционную, областную, и уже рассматривать вопрос о строительстве всего комплекса в Вологодском районе. Про строительство говорили и на другой точке. Первый свой объект – деревянную часовню на святом источнике в Спасском местный житель Николай Соколов поставил еще в 70-х. С тех пор вот уже 40 лет он лелеет мечту – восстановить этот уголок. И работу за последнее время проделал немалую. Вот сейчас восстановил водоемчик. На следующий год уже купаринки эти уберу. Делаю и орданчик будет здесь уже. Потому что место очень посещаемое. На это крещение было много народу. Я подсчитал где-то за сутки порядка 3-4 тысяч прошло сюда народу. Круглый год сюда ездят за водой и отдохнуть на природе. Как говорит активист, половина города здесь хоть раз да побывала. Потому весть о том, что через заповедную зону пройдет последняя очередь объездной дороги, здесь восприняли с болью. Собрали несколько тысяч подписей с просьбой перенести стройку в сторону. Сегодня депутаты осмотрели территорию и заверили – будут помогать. Я думаю, что это тот случай, когда к мнению населения надо прислушаться. Поскольку в любом случае, если дорога пойдет через лесной массив, то мы нанесем достаточно серьезный урон на особо охраняемой территории. Я думаю, нам надо перепроектировать, посчитать затраты. Наш комитет будет хватать в этом, безусловно. Кстати, в ЗАГСобрании этим летом планируют объявить новый конкурс «Родники Вологодчины». Всем желающим предлагается облагородить заброшенные родники, которые наверняка есть в любом районе области, и прислать фотоотчет о проделанной работе. Людмила Малинина, Николай Замараев. Новости Вологды.